Что такое объем? Объем это чьи-то сделки. Конечно, существуют сделки, которые не проводятся через биржу. Существуют сделки, которые можно скрыть. Однако, большая часть сделок так или иначе проводится через биржу и выглядит следующим образом. Мы их можем видеть в виде гистограммов или можем видеть в виде маркет-профиля, либо кластер. Одна единица объема это чья-то сделка. Проведем небольшую аналогию. Представьте, что вы приходите на рынок и покупаете, например, 1 килограмм яблок. Вы покупаете, а продавец вам продает 1 килограмм яблок. В итоге у нас образуется 1 единица объема. Одна единица. Если вы пришли на рынок и купили, например, 30 килограмм яблок, для вас это будет одна сделка. И в том, и в другом случае. Но единица объема теперь уже будет 30 вместо 1. Это очень важно. Это очень важно понять. Поскольку, если, например, вы придете один и купите 30 килограмм, у нас будет 30 единиц. А если придет, например, 30 человек, и каждый купит по 1 килограмму, то у нас тоже объем будет 30. И в том, и в другом случае будет выглядеть одинаково. Однако поведение одного человека, купившего 30 килограммов яблок, вы можете как-то предсказать. А поведение 30 человек, купивших по 1 килограмму яблок, предсказать очень сложно. Да и действуют они разрозненно, каждый полагаясь на свой опыт, знания, умения и так далее. Нам, как трейдерам, вовсе не обязательно подсчитывать объем и узнавать его количество. Это основная ошибка, почему многие трейдеры на это обращают внимание, я не знаю. Видать, они не понимают, как работает рынок. Поскольку не имеет смысла, например, нам смотреть на вот эту свечку и пытаться проанализировать в данный объем относительно, например, таких же свечек в прошлой истории. Поскольку в прошлой истории могло на рынок прийти 30 человек и купить по килограмму. А сейчас мог прийти один человек и купить 30 килограмм. Это важно понимать. То же самое характерно для горизонтальных объемов. Прошло у нас по цене, например, 3007 единиц объема. Мы не знаем, кто это был. Это мог быть один человек, который купил такую позицию. А могло быть 30 человек. В последующем я буду, конечно же, говорить, как определить, по каким признакам мы можем понять, покупал ли это один человек или покупал это 30 человек. Однако вам важно сейчас запомнить самый главный принцип. На рынке существует одна единица объема и они отображаются следующим образом. Единица объема это чьи-то сделки. Причем, в зависимости от объема данной сделки будет тот или иной результат.